МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. Об основных событиях пятницы расскажут наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Чебоксары получили заветный диплом за победу в конкурсе на звание самого благоустроенного города. Новость об этом была озвучена еще в декабре. Но награды призером председатель правительства России вручил накануне. За ней отправился глава чувашской столицы Леонид Черкесов. За победу в этом конкурсе боролись города, административные центры российских регионов. Эксперты оценивали качество дорог, городскую архитектуру, экологическую обстановку и состояние жилищного фонда. Чебоксарам вручили диплом второй степени и премию в 100 миллионов рублей. К слову, потратить ее можно только на развитие жилищно-коммунального хозяйства и премирование лучших работников сферы ЖКХ. Чебоксары уже не в первый раз одерживают победу в подобных конкурсах. Самое благоустроенное столицу Чуваши признавали и в 2001 году. Тогда городу вручили диплом первой степени. На фоне поражения хоккейной сборной России весть о победе юной фигуристки Аделины Сотниковой в индивидуальных соревнованиях женщин стала для многих болельщиков не только утешением, но и огромной гордостью. Это первое в истории страны золото в подобных состязаниях. У жителей Чуваши двойной повод для гордости. Корни Аделины Сотниковой в нашей республике. Ее прадед, герой Советского Союза, летчик Александр Васильевич Кочетов родом из Алатыря. После Великой Отечественной войны жил и работал в Чебоксарах. Сейчас в столице Чуваши живет и родная тетя Аделины Наталья Яковлева, с которой мы связались по телефону. Наталья Дмитриевна рассказала нам, что Аделину назвали в честь бабушки Адели Александровны. Фигурное катание, олимпийскую чемпионку в возрасте трех лет привела мама, сама в прошлом спортсменка. Наталья Яковлева вспоминает племянница, с детства была необыкновенно работоспособной и настойчивой. Но накануне выступления родственники все равно переживали за нее. до сердечных приступов. Очень сильно переживала, конечно, здесь. И вообще, ну, как сказать, даже не ожидала, потому что соперников было очень много. Соперницы. Кричали, и кулачки сжимали, и чего только не делали. Нет, выступление понравилось. Она очень хорошо откаталась. Молодец, понравилось. Ну, в дальнейшем, чтобы она так каталась, конечно, ей только 17 лет. Надеемся, что будет продолжать заниматься и занимать призовые места. Дисбаланс на рынке труда, особенности профессиональной ориентации, требования к образовательным учреждениям, готовящим специалистов для промышленности республики. Эти и многие другие вопросы обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Минобразования, которое прошло в ресурсном центре Открытого акционерного общества ЧАС. Взаимодействие образовательных учреждений всех уровней и предприятий направлено на создание системы непрерывного профессионального образования. В этих целях созданы 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций, приоритетом которых является подготовка и переподготовка кадров для работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики республики. Планируется создание еще трех таких центров по кластерному принципу. С каждым годом между образовательными учреждениями и предприятиями заключается все больше договоров о прохождении практики, о подготовке специалистов под заказ. Число студентов, обучающихся на контрактной основе, увеличилось в два раза. В то же время нерешенными остаются ряд проблем. Для эффективного функционирования центра прикладной квалификации необходим педагогический потенциал, обеспечивающий кратковременную подготовку кадров, хорошо знающих производство. На сегодняшний день, обратите внимание, только 10% от общего числа преподавателей, спецдисциплин и 18% от общего числа мастеров производственного обучения прошли стажировку на современном технологичном оборудовании на предприятиях и в организациях. Кроме того, нет устойчивого спроса на выпускников, владеющих навыками работы на современном оборудовании, так как работодатели просто не могут обеспечить им соответствующие их компетенции рабочие места. Ограниченное количество часов, уделенных на профориентацию в школьной программе, также не позволяет вести ее качественно. Отсюда и дисбаланс на рынке труда. На предприятии численность порядка 2700 человек. На сегодняшний день требуется порядка 50 человек рабочих специальностей, 40 человек инженерно-технических специальностей. Этот дефицит нельзя восполнить с улицы, потому что готовых специалистов такого уровня требуются именно высококвалифицированные специалисты. Их просто нет на улице. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, в числе факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона, один из важнейших – кадровый потенциал. Известно, что в Чувашии всегда была развита электротехническая школа. Власти намерены и дальше поддерживать инженерное направление. Первое, что мы сделали, приняли волевое решение. В прошлом году 78 школьников, которые закончили и поступили на факультеты по специальности физика-математики, 2000 рублей мы сейчас выплачиваем. То есть кроме той стипендии, соответственно, депутаты госсовета тоже поддержали. Небольшие деньги, но для того, чтобы они знали. Они будут ходить на заводы, они уже на третьем курсе будут проходить практику. И работодатели на сегодняшний день уже их привлекают на производство. И они после завершения, если дальше там не будут заниматься научной деятельностью, обеспечены хорошим, достойным рабочим местом. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Они родились в Чувашии, служили в разных частях страны, но не теряют связи со своей малой родиной. Накануне Дня защитника Отечества в Республику приехали высшие офицеры, которые прославились на военной стезе. Сегодня с ними встретился глава Чувашии. Они часто приезжают на родину, встречаются с кадетами и школьниками. Рассказывают, что были потрясены тем, как юные воспитанники кадетской школы пели гимн. Именно с этого, по словам вице-адмирала Владислава Ильина, начинается патриотическое воспитание. Откровенное, близкое понимание отношений к военным делам, патриотическому воспитанию, оно непременно даст положительные результаты, если уже не дает. Молодые люди из Чувашии без проблем поступают в высшие военные училища. Сейчас в Москве учатся более ста курсантов, из них пять девушек. Наших военнослужащих высоко ценят. Среди приехавших в Республику генерал-лейтенанты Николай Гаврилов и Станислав Ворнов, полковник Иван Николаев. Все они немало делают для воспитания подрастающего поколения. Николай Гаврилов был инициатором установки вертолетов в Чувашии на родине героев России. Например, в Канашене давно появился такой памятник. Еще один скоро планируется открыть в Красноармейском районе. Мы хотим и впредь участвовать шире и активней в этой работе. Защита Отечества – это святая задача всех граждан Российской Федерации. Мы очень рады, что уроженцы Чувашской Республики, благодаря мудрому руководству республики, активному участию моих коллег, товарищей, достигли больших успехов в Российской Федерации. Приехали в Чувашию братья Сидоровы. Они родились в Самарской области. Но связи с родиной предков не теряют. Вся их семья посвятила жизнь служению родине. Их можно назвать военной династией. Сейчас в рядах вооруженных сил и восемь их племянников. Каждый чувствует силу духа вот этих наших уроженцев, дорогих гостей, которые в свое время избрали путь служить Отечеству. Они воспитали не одно поколение, которые сегодня учатся, служат, охраняют наши границы, обеспечивая тем самым стабильность, общественно-политическую стабильную ситуацию на территории Российской Федерации, нашей любимой Родины. Генералы пообещали приезжать в республику почаще, чтобы почаще встречаться с молодым поколением и воспитывать его в патриотическом духе. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Преодоление. Так называется сборник иллюстрированных документально-публицистических очерков о солдатах, сержантах и офицерах, которые нашли в себе силы вернуться в строй после тяжелых ранений. Все они принимали участие в спецоперациях на территории Северо-Кавказского региона. Есть в этой книге и очерки о наших земляках. На обложке фотография Эдуарда Гаврилова, человека, который после тяжелого ранения и ампутации продолжил службу. Это он, сержант Гаврилов, изображен на обложке книги. Уверенно стоит на ногах, отвечает на вопросы четко, без лишних отступлений. Сразу видно, военный человек лишнюю информацию не выдаст. С таким и в разведку можно пойти. Неоднократно наезжал в коммунировки, так называемый Кавказ. В 2000 году получил ранение. Отлежался. Вроде пока все нормально. Женат. Имею двоих детей. Сын и дочь. 10 и 4 года. Продолжаю службу. О ранении он говорит вскользь. Не придает ему особого значения. Какой разведчик не получал ранения? И только Николай Петелин решился написать о том, через какие трудности пришлось пройти солдату, потерявшему ногу в бою. То есть мы прошли с ребятами бок о бок, первую и вторую чеченскую кампанию. Участвовали до этого конфликтов различных. И то есть встречались часто с раненными, кто получил увечья какой-то и так далее. И нас давно волновала эта судьба. И когда появилась возможность, мы собрали вот эти очерки и планово начали работать над этим. Мы сделали первую часть книги. И уже тогда мы знали, что будет вторая часть книги. По признанию автора, книга о солдатских подвигах далась ему нелегко. Ведь писал он на ребятах, которые служили с ним бок о бок. Материал для очерков Николай Петелин собирал на протяжении трех лет. Его героями стали 11 офицеров. И каждый достоин, чтобы его по меньшей мере знали. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. На далеком севере, в Заполярье, есть корабль «Ядрин». Имя города Чувашской Республики и его герб выведены на борту боевого корабля Северного флота. В преддверии Дня защитника Отечества делегация Чувашии побывала в гостях у команды корабля. Базируется тральщик «Ядрин» в городе Полярной Мурмской области. Более 20 наших земляков служат на этом корабле. С 2001 года над базовым тральщиком шефствует одноименный город. «Ядрин» – один из шести кораблей, входящих в дивизион базовых тральщиков. Почти все они носят имена городов-шефов. Попасть, служить на «Ядрин», «Котельнич», «Ельню», «Коломну», «Полярной» весьма почетно. Не будь «Ядрина» и ему подобных кораблей, из базы не вышел бы ни один крейсер. Базовый тральщик им открывает дорогу. Открывает он ее и эсминцу «Адмирал Ушаков». Делегация из Чувашии побывала и на этом судне. А в марте Республиканский союз ветеранов военно-морского флота планирует посетить 40-ю бригаду морской пехоты на Камчатке. Они хотят вернуть бригаде имя Чапаева. В Чебоксарах принимали поздравления защитники Отечества. Торжественное собрание в честь настоящих мужчин прошло в Театре оперы и балета. Зрительный зал Театра заполнили до отказа не только те, кто носит мундиры, но и представители общественных организаций, ученики кадетских классов. Почетные гости на торжественном собрании – ветераны, боевые офицеры и сотрудники силовых структур. Именно они могут по праву называть День защитника Отечества своим профессиональным праздником. Хотя 23 февраля принято поздравлять всех мужчин без исключения. Своими защитниками Отечества Чувашия может гордиться. Воинский долг они исполняют достойно, отметил глава региона Михаил Игнатьев. В республике родилось более 50 выдающихся полководцев, генералов армии и адмиралов флота. В память тех, кто погиб на войне, почтили минуты молчания. Пример с героев берут и молодые. Военно-патриотическому воспитанию в Чувашии всегда уделяли большое внимание. Во многих школах действуют кадетские классы. Каждый год юноармейцы принимают участие в играх Зорница и Орленок. И это приносит свои плоды. Наша республика активно участвует в реализации проектов, направленных на воспитание молодых людей лучших человеческих качеств, силы духа, уважения к окружающим, верности к дружбе, любви к родному краю, к родной земле. Восемь таких проектов в прошлом году были инициированы полномоченным представителем президента Российской Федерации Приворском федеральном округе Михаилом Бабичем. И мне приятно сообщить, что участвовавшая в одном из проектов команда Чувашии по спортивному туризму завоевала первое место на всероссийских соревнованиях. Телеверсию торжественного собрания вы сможете увидеть на национальном телевидении Чувашии 23 февраля, 19 часов. В столице Чувашии планируют увековечить картофель. В Старице Республики в ближайшее время может появиться памятник второму хлебу. С такой инициативой в Министерство сельского хозяйства обратился житель Красноармейского района. Его предложение вынесли на обсуждение экспертов, которые собрались на межрегиональной выставке «Картофель». В Чувашии картофель уже давно стал брендом. Республику называют передовым регионом по производству этой культуры. В прошлом году аграрии собрали более 600 тысяч тонн второго хлеба. Правда, это не самый лучший показатель. 30% урожая уничтожили обильные осадки и летняя засуха. Однако дефицита картофеля Республика не испытывает. А скоро Чувашия станет единственным регионом в стране, где будет установлен и памятник этому корнеплоду. Правда, пока неизвестно точно, где появится скульптура. Но эскиз уже разрабатывается. Глава Республики Михаил Игнатьев одобрил эту идею. На самом деле ассортимент огромный. И от того, что они хотят вот это сделать, я только приветствую. Потому что это все будет не за счет бюджетных денег. Все это на общественных началах. Они инициативу проявляют. И за счет метода НИМЕ, как обычно бывает, сделают данное доброе дело. Представители районов, турагентств, санаторно-курортных учреждений, гостиниц, все, кто связан с туризмом в Чувашской Республике, собрались в Национальной библиотеке, чтобы обсудить итоги прошедшего года и поговорить о планах на будущее. Полномочия в сфере туризма в начале года из Минспорта были переданы в Минкультуры. Все делается для того, чтобы поднять туризм в Республике на новый уровень, отметил министр культуры Вадим Ефимов. О чем еще говорили на встрече в нашем репортаже. В Чувашии насчитывается более 130 турфирм. Самыми востребованными странами среди населения Республики остаются туры в Египет, Турцию, Грецию и в страны Европы. При путешествии по Волге приезжих туристов привлекают не только столицы Республики, но и Чебоксарские и Марпасадские районы. И Маргаушскому району надо подтянуться, чтобы привлечь туристов, путешествующих по Великой Русской реке, сказал замминистр физкультуры и спорта. Заявите себе, в очередной раз Чувашия сможет на международной выставке «Интермаркет» в Москве. Выставочный центр «Крокус-Экспо» с 15 по 18 марта. В этом году Чувашия, как и в прошлом, будет представлена в составе объединенного стенда «Большая Волга» совместно с другими регионами привозного федерального округа. Для нас определена рабочая площадь в размере 12 квадратных метров. Пожалуйста, желающие принимайте участие. В этом году, к тому же, мы планируем, кроме фольклора нашего, нашей сувенирной продукции, наших вышелок представляете Чувашскую национальную кухню. На Совете по туризму подвели итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Чувашской республики-2013». В номинации «Лицо туристской отрасли» в категории «Музей» выделили музей «Бичурин и современность». За успехи в развитии детского туризма в республике наградили физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни». «Белые камни» действительно расположены на достопримечательном месте, на берегу Волги. И оценивали это очень хорошо. И решили там создавать это Чувашский артек. Как правильно париться и купаться в бане – об этом тоже говорили на Совете по туризму. Даже было предложено организовать в республике банный фестиваль, чтобы привлечь к нам иностранных туристов. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Юные музыканты Чувашии выступили на одной сцене с симфоническим оркестром Республики. Это первый открытый фестиваль музыкантов-исполнителей имени Павлова «Молодые таланты Чувашии». Дирижировал народный артист России Марис Яклашкин. Восхищенная публика встречала одаренных детей стоя. Насладилась их творчеством и наша съемочная группа. Первое, что услышали гости вечера – произведение Моцарта в исполнении Симфонического оркестра Республики и заслуженного работника культуры Чувашии Марины Саприко. Следом за Моцартом зазвучали звуки элегии Рахманинова в исполнении Ксении Игнаткиной, учащейся детской музыкальной школы имени Максимова. Звуки начинающего музыканта воедино сливались с игрой именитого симфонического оркестра. Но не всем юным талантам удалось сыграть так, как хотелось. Юного габаиста Михаила Прокопьева подвел инструмент. Из-за смены температуры, потому что я сначала был тут, дал пару нот, а потом вышел на сцену, и там это расстроился, но надо было держаться. У Захара Анисимова исполнение греческой сюиты на саксофоне получилось. И это несмотря на то, что с симфоническим оркестром он сыграл ее впервые. Есть у меня много наград. Дома стоит один из кубков, но самым первым мне запомнился конкурс Казани. Там занял первое место, а последний в Москве, Должикова, на котором занял второе место. Выступление симфонического оркестра Чувашии и начинающих музыкантов, по словам организаторов, интересное зрелище и хороший опыт. Этот фестиваль планируют проводить ежегодно. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Сажаем капусту, а вырастает табак. Чтобы такого не было, надо использовать проверенные семена. И только у проверенных производителей и фирм. Одним из таких надежных партнеров, производящих пассивной материал, на протяжении долгих лет является фирма «Бею Семена». На сегодня «Бея» – один из лидеров селекции, производства, переработки и продажи высококачественных семян овощных культур, опыт которой в семенном секторе насчитывает более 100 лет. В первую очередь компания специализируется на лучших образцах моркови, капусты, лука и столовой свеклы. Все наши семена – это гибриды. Причем это не генетически модифицированные гибриды, это абсолютно нормальная селекция, то есть материнское отцовское растение скрещивает, получает гибрид. А потенциал гибрида, если говорить про урожайность, процентов на 40 выше, чем у сорта. Гибриды меньше подвержены заболеваниям, меньше подвержены действиям вредителей. Ну, то есть гибрид – это значительно лучше, чем сорт, сильнее. Ежегодно специалистами фирмы создаются около 40 новых сортов и гибридов с новыми характеристиками. Например, более устойчивые сорта к болезням, более урожайные или с лучшими вкусовыми качествами. Ассортимент «Бею» – это более 800 сортов и гибридов 45 культур. Они охватывают весь рынок и различные климатические зоны. По вкусу это будет точно такой же продукт, как и сортовой. Но просто агроному, фермеру работать с гибридом, конечно, значительно проще. Насекомые, болезни, любые, патогены, да. Но и урожайность, соответственно, у нашей продукции будет значительно выше. Специалисты «Бею» разрабатывают такие гибриды, которые можно выращивать, используя меньше химикатов. Это позволяет снизить и вредное воздействие на окружающую среду и себестоимость продукции. А это очень ценят фермеры. «Бею» работает по всему миру. Компания полностью оправдывает свой девиз. «Бею» – имя, за которым стоит качество. Компания в России. Субтитры создавал DimaTorzok